Чип под каблуком. В России маркировка обуви станет обязательной. Закон должен был вступить в силу еще 1 марта, однако правительство страны решило пойти навстречу бизнесу, который не успевает адаптироваться и перенесло срок на 1 июля. Для чего вводится контрольный идентификационный код и как к нему должны быть готовы производители и потребители, разбирался Рифат Фадкулин. Ботинки, кроссовки, дамские туфельки и даже резиновые сланцы. Каждая пара обуви будет отслеживаться от стадии производства до приобретения ее покупателям. Чип уникальный цифровой код прикрепляется на упаковку, товарный ярлык или на саму обувь. Чтобы прочитать, достаточно просто отсканировать их смартфоном. На экране вся информация, когда, где и кем произведена, из чего сделано, какого цвета, из какой партии. Крупные сетевые магазины уже внедрили маркировку. Мы отреагировали на это нововведение еще в прошлом году. На 1 октября мы зарегистрировались в системе «Честный знак». И уже после 1 октября мы начали получать QR-коды эти или маркировку эту на наш остаток, который был у нас в магазине. Эксперты утверждают, треть продаваемой обуви в России – контрафактная. Продавцы-нелегалы не платят налоги. Как правило, подделки стоят в 3-4 раза дешевле оригинальной брендовой обуви. Маркировка обуви – это масштабный проект для государства и, конечно, легальность товара на полке для покупателя. До 1 июля сроки перенесены. Если руководители предприятий, которые реализуют обувную продукцию, они не успеют до этого срока вводить в эту систему мониторинга и маркировать уже обувную продукцию, в том случае последуют уже штрафы и конфискация. Штрафы у нас предусматриваются для физического лица от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для компаний от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. На стоимости товара чипирование сильно не скажется, зато гарантируется качество. Оно проблемы не создать для оптовых организаций, там ведь для больших магазинов, да, а вот для маленьких магазинов, которые реализуют обувную продукцию, для того, чтобы, например, организовать эту работу, он придется расходоваться на покупки, например, программного обеспечения, сканеров, оборудований для идентификации, например. Подделать же саму метку не получится. Уникальный цифровой код присваивается не партии товара, а каждой упаковке отдельно.